Привет! Вы видите все тот же список внизу. Начинающиеся словами путешествовать, посмотреть мир, отдать долги, помочь детям, родителям. Все те же слова. Я снова к ним обращаюсь. Я снова обращаю ваше внимание на этот перечень. Потому что если кого-то это не затрагивает, кому-то не проникают эти слова прямо в сердце, в самую душу, то тогда затевает какое-нибудь дело, бизнес тем более, никакого смысла нет. Я недавно, не так давно разговаривал с одной женщиной, и Наталья ее зовут, учительница русского языка. Живет в Севастополе, в Балаклаве. И она рассказывает мне, ну, говорили о том, о всем бизнесе. Я ей делал какое-то предложение, она говорит, да я не знаю, наверное, вряд ли я что-нибудь смогу, да потому что, да потому что. Ну, как обычный разговор-то. И потом я ей говорю, послушай, Наташа, а вот этот список, вот взгляни на этот список, и дай ей листочек, на котором написаны эти все пункты, перечисленные. Я говорю, взгляни на этот список, что из него для тебя самым важным является. Ну, она так, с легкостью, с такой, знаете, так, взяла. Ну, не знаю, тут много чего хорошего. Ну, наверное, вот помочь детям купить жилье. Я ей спрашиваю, а почему ты выбрала это? Ну, потому что, потому что у меня двое детей, и если они будут жить так же, как мы с мужем, то это ничего хорошего, потому что мы живем, вот у нас проблемы с жильем, и нам надо, конечно, я бы хотел, если бы, откровенно, я бы хотела помочь своим детям иметь настоящее жилье, квартиры, это все. Я говорю, понятно. А она говорит, а что? Да нет, ничего, я просто спрашиваю. А вот скажи, Наташа, говорю ей, а вот почему ты, собственно говоря, вот на этом остановилась? Почему именно помочь детям купить жилье? Столько всего, много там. Она говорит, ну, я же говорю, у нас, мы живем в Балаклаве, в однокомнатной квартире, которую мой муж, будучи лейтенантом на подводной лодке, получил еще, когда у нас не было детей. Мы жили там вдвоем, потом родилась дочь, потом родился сын, сейчас одной 15, другому 14, и вот мы живем в этой однокомнатной квартире. Конечно, мы там балкон пристроили, то есть все, но все равно, вы представьте, однокомнатной квартирой мы живем. Вы только подумайте, почему, почему. Потому-то и потому-то. Ну, подумайте, как можно жить. Я говорю, ну, да, понятно. В однокомнатной квартире с двумя взрослыми разнополыми детьми задумаешься. Я говорю, хорошо. А вот представим, Наташа, что тебе никогда не удастся купить детям квартиру, когда они повзрослеют, или вообще как-то расширить свои жилищные условия, как-то улучшить. И так вы останетесь жить, пока дочь не выйдет замуж за кого-нибудь, а сын никуда не уйдет, и тогда только вы останетесь вдвоем. Что произойдет? Как будет выглядеть твоя жизнь? Она долго молчала, потом говорит, нет, нет, этого никогда не будет. Я говорю, нет, ну, представим, на секунду, как будет выглядеть твоя жизнь? Она говорит, Олег Ильич, вы хоть понимаете, что такое жить с двумя детьми в однокомнатной квартире? А если еще кто-то приходит в гости или приезжает? У них нет рабочего места, у них нет нормального уголка, где они могли бы уединиться. Мои дети все время страдают. Мы с мужем не знаем, что такое свобода во взаимоотношениях мужа и жены. мы всегда всего боимся. Вы понимаете? Мы работаем, он работает, сейчас он уволился на пенсию, работает на двух работах, таксует по ночам на своей 11-й модели Жигулей. А я раньше давал уроки русского языка, сейчас он никому не нужен, поэтому я сейчас, конечно, стыдно в этом признаваться, но у меня сейчас бизнес, я делаю ремонты в квартирах, я научилась перетирать потолки. Ну, зарабатываем, конечно, но вы посмотрите на мои руки. Если это будет продолжаться дальше, скоро все, я так не смогу. Нет, 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 этого не может быть, не может быть, этого не может быть, потому что надо что-то придумать, надо что-то сделать. Мы мечтаем, мы хотим, мы работаем, но у нас ничего пока не получается, но я знаю, что не может быть, Бог не допустит такого, чтобы мы остались в этой квартире. Я говорю, Наташа, вас это волнует? И тут она взвилась. Да как же не волнует, вы что, не понимаете, это же просто не жизнь, это существование. Нас бросили, мы служили родине, мы то-се, а квартиру получить, он на очереди стоит уже 40 лет почти, никто ему ничего не даст, это понятно уже. И так просто жить нельзя, у нас выросли дети на глазах, все в одной комнате, и на полу спали, и делали двухъярусные кровати, и на балкон выстраивали так, чтобы там зимой можно было жить. Нет, нет, и она заплакала. Она заплакала. Мне было очень неловко перед ней, что она заплакала, и ей самой неловко. Я такую боль вскрыл случайно, незаметно, для себя совершенно неожиданно. И когда она успокоилась, я сказал, послушай, я не знаю, но может быть тебе как-то поможет то дело, которым я занимаюсь, потому что люди зарабатывают деньги. Тебе было бы интересно узнать, как ты можешь начать зарабатывать деньги и, возможно, вырваться из этого замкнутого, страшного, ужасного, кошмарного круга. Конечно, говорила она, вытирай слезы, конечно. До меня тогда очень многое дошло. Вопросы внизу. Эти вопросы, этот перечень поможет вам вскрыть в себе истинные, побуждающие вас к действиям, к активным вещам. Факторы, которые побуждают вас действовать. Две причины главные, две, два важных момента, которые нам нужно решить, чтобы преуспеть. Два момента, два. Я о них позже расскажу. Сейчас я заканчиваю. Я вам рассказал эту историю. Примените ее к себе. Посмотрите на свою ситуацию жизненную. Выберите то, что действительно вас волнует. То, что задевает, то, что щиплет душу, щимит сердце. Без чего вы просто не сможете. Вам обязательно надо решить. Определитесь. Напишите себе на листе бумаги ни для кого, ни для... Это никакой не эксперимент, это никакая... Никакой не тест, это никакая... проверка вас на что-либо. Для вас возбудитесь таким образом. И завтра мы продолжим. Удачи вам. До свидания.